МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Это было всего один раз. Я лег спать. Она сама пришла ко мне в постель. Я думал, это ты вернулась. Ну и не разобрался. Забеременев, Полина Силуянова ушла из дому жить к бабушке. Год растила сына самостоятельно, после чего поняла, что не справляется. Тогда она обратилась в суд с целью установить отцовство Федора Ремезова. Ранее Полина жалела мать, ведь Ремезов, от которого Полина родила мальчика, приходится ей отчимом. Но Федор утверждает, что с Полиной у него связи не было. Я думал, что это мой ребенок. Мой ребенок. А оказывается, все это время она мне рога наставляла, за нос меня водила. Долгие восемь лет симферополец Семен Павлов и москвичка Татьяна Бородина находились в браке. Шесть лет назад у Татьяны родился сын. И Семена, как ее законного мужа, записали отцом ребенка. Мужчина утверждает, что брак был фиктивным. С Татьяной он не жил и о ребенке не знал. Ему всего лишь был нужен вид на жительство. Но в этом отпала необходимость, когда Крым стал нашим. Слушается гражданское дело по иску Силуяновой Полины Петровны к Ремезову Федору Ивановичу об установлении отцовства ответчика в отношении Силуянова Михаила Петровича, которому сейчас один год, а также о взыскании с ответчика алиментов на содержание ребенка в размере 1,4 от ежемесячных доходов ответчика. Ответчик Ремезов Федор Иванович исковые требования не признает. Полина Петровна в год назад родили сына, оформлено на него свидетельство о рождении. В графе отец у мальчика прочерк. Сейчас вы пришли в суд устанавливать отцовство. Какие вы имеете основания для этого? Да, Ваша честь, все так. Изначально я вообще не хотела вытаскивать на свет всю эту грязную историю. Просто противно. Произошло все это приблизительно 3 года назад, когда мать вышла за него замуж. Но мы переехали жить в его дом. Вообще он мне изначально не понравился. Такой противный мужик, хитрый, сам себе на уме. Ну и так вот я сразу поняла, что он как-то на меня подозрительно смотрит. Ну и как-то раз мать ушла на ночную смену, и я легла спать. Ну и чувствую, кто-то дышит мне в затылок. Ну так-то все и случилось. Так, что дальше произошло? Вы забеременели от этих близких отношений? В общем, да, дальше произошло. Я поняла, что я беременна. И я пыталась скрывать это от матери. И, конечно, ничего не говорила. Ну и он мне говорит, ты молчи. Мой типа помешался совсем на своей любви. Да, говорит, дурак совсем. Но я и молчала. Мать, мне просто жалко было. У нее вообще всегда была целью ее просто выйти замуж. Ну, я ее и пожалела. И скрывала я это до тех пор, пока я просто уже не могла это скрывать. Уже стало очевидным. А когда стало очевидным, как ваша мама отреагировала? Ну, как она отреагировала? Конечно, начала орать. Мол, ты нагуляла, где-то там шлялась. Ну, и спрашивала, кто отец ребенка. А мне так хотелось ей сказать, да мужик твой, вот кто отец этого ребенка. Федор Иванович, скажите, пожалуйста, вы иск не признаете, говорите, ребенок не ваш. Но вы готовы признать тот факт, что вы состояли в близких отношениях с истцом? Ваша честь, я это отрицаю. Потому что этот ребенок не мой. Это стопроцентно. Эта стерва Полинка, она бы давно заявила бы о том, что я являюсь ее отцом этого ребенка. Она и не сейчас бы выносила на всеобщий суд. Я ее мать, прелестная женщина, 40 лет, в самом соку. Тем более мы с ней давно хотели, ну, когда поженились, мы своих детей хотели иметь. Эта Полинка, она меня терпеть не может. Мать свою ненавидит. Да, Ваша честь, вы его не слушайте. Он просто постоянно на меня гонит. Еще и мать против меня настроил. Выгнал меня, пришлось к бабке свалить жить. Но там я у нее и родила. Денег нам вообще не хватает. Живем мы на мизерную пенсию бабушке. Да на посолье вот это крошечное для ребенка. Никто нам не помогает. А тут еще узналось то, что все три года, как мы переехали жить к Федору, у бабушки долг в миллион накапал за квартиру. Даже приставы уже приходили. Коммунальных платежей? Да, коммунальных платежей. И приставы приходили, и в суд это дело все подали. Поэтому нам нужны деньги. Мне просто тупо нужны от него алименты. Все. Ваша честь, вы не думайте. Сына я своего очень люблю. Я могла бы, конечно, сделать аборт. Но раз уже все так сложилось, ну, пускай Федор платит алименты. Вот, я фотки принесла его в детстве. Да вы посмотрите просто на него. Он же просто вылитый. Вот одно лицо с ним, с моим мишкой. Это сейчас у вас фотография вашего отчима в детстве? Да, это фотография моего отчима в детстве. А не просто одно лицо с моим мишкой. Федор Иванович, расскажите, пожалуйста, о ваших взаимоотношениях с патчерицей. Да какие взаимоотношения, Ваша честь? Не было никаких взаимоотношений. Да и вы поймите, Ваша честь. Я долгое время жил один. Встретив Наталью, маму этой пиявки, я вспомнил, что такой теплый, уютный дом, горячие пироги. Блин, это она, Полина, ненавидит свою мать за то, что мать ее переключилась, перестала на нее обращать внимание, а переключилась полностью на меня. Полинка ходила, пыталась соблазнить меня, но я не поддался на эти соблазнения. Зачем мне эти приключения дополнительные? Если бы мне хотелось молоденьких, я залез бы в этот интернет, на всякие там сайты, нашел бы этих молоденьких, где и куча их. Так зачем мне это надо-то? Зачем мне портить свое счастье? Она забеременела именно из-за того, чтобы меня подставить под это дело. Но мне это не надо. Что касается фотографий, которые она нашла у меня, я тоже к ней залез в вещички случайно. У вас какой-то взаимообмен. Ну, бывает. И тоже нашел фотографию пацана, с которым она гуляла в свое время. Передайте, пожалуйста, фото пристав. Господи, да что ты сюда эти фотографии-то притащил? Да это было-то просто, мы с Лариской прикалывались у нее дома. И все. А она, между прочим, сюда в суд пришла. И про тебя, Феденька, кое-что рассказать хочет. Лариса это кто? Лариса это моя подруга. Это Фирсова Лариса, да, Игоревна? Пристав, будьте любезны, приведите ее, пожалуйста, в зал суда. Сейчас. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Лариса, вы приходите с близкой подругой из ЦУ. И она нам сказала, что вы можете многое рассказать о ее взаимоотношениях с ее отчимом. Да, конечно. Ответчиком. Конечно. Ваша честь, у моей подруги Полина настоящая любовь к Феде. И все у них было. Федя это ответчик, да? Да. А Ромку, парня своего, она никогда не любила. Всегда говорила только про Федю. Голову он ей вскружил. Говорит, какой Федя умный, какой Федя хороший. Как матери своей постоянно завидовала. Она просто злая на него была. Она любит его. Злая была, потому что он ребенка своего не признавал. Она с самого начала хотела с ним серьезные отношения. И замуж за него собиралась. И специально ребеночка... За мужа матери замуж собиралась? Да. Она его любила с самого начала. И ребеночка специально родила. Родила, а сейчас, я думаю, уже и замуж собирается. Да Федя это ребенок однозначно. Федя, ну признай ты ребенка своего. Стоп. Что за бред вы несете? Что за... Зачем вы на меня все это наговариваете? Полина спит и видит, чтобы выжить свою мать из моего дома. Самой занять ее место. Стать хозяйкой этого дома. Она ее никогда не любила. Маму свою не любила, да? Свою мать не любила. Из-за того, что она хотела быть именно хозяйкой дома. Собственного дома. То есть у нее был такой план. Выйти за вас замуж, мать свою из дома выгнать и остаться жить в вашем доме с ребенком, чтобы быть там хозяйкой. Да. Я пригласил Наталью свидетелем. Она сама расскажет о своей дочери все. Почему Полина так поступает? Да. Хорошо. Пригласите, пожалуйста, пристав в зал сюда. Ремезову. Наталью Сергеевну. Добрый день, Наталья Сергеевна. Проходите, пожалуйста. Ваша дочь истец заявляют, что у нее ребенок от вашего супруга, ее отчима. Ваша честь, я бы не хотела сейчас трогать моральную сторону этого вопроса. Дело все в том, что моя дочь скандалистка и просто стерва. Она постоянно хочет все сразу, все самое лучшее. Она дико обозлилась, когда нашла себе Федора, выслала за него замуж. Она постоянно искала какие-то причины, чтобы поскандалить. Она мешала нам жить. Она требовала, чтобы мы купили отдельное жилье, чтобы Федор разменял дом. Чтобы она жила отдельно. А с какой такой стати? Она уже взрослая, она могла жить как с нами, так со своей бабушкой. И вообще взрослая уже могла бы устроиться на работу, найти себе мужа, в конце концов. Да если бы Федька подарил мне долю в доме, тут вообще базара бы не было. Да с какой стати? Если он и подарит долю в доме, то мне, законной жене. А ты кто такая? Ты всего лишь взрослая дочь его жены. А я его жена. Да у меня вообще-то ребенок от него. Ну еще надо посмотреть, чей это ребенок такой. Да потому что это его ребенок. Вот и все, тут смотреть нечего. Давай дождемся сначала, что к чему. Неизвестно, чей это еще ребенок. От кого-то его нагулял. Вы понимаете, что вы говорите о вашем внуке, а вы говорите о вашем сыне. Вы пришли между собой отношения выяснять. Я понимаю, что у вас у обеих наболело. Сейчас решается судьба ребенка. Да плевать я хотела на этого ребенка. Я вообще не собиралась быть никакой бабушкой. Она всего лишь хочет заполучить какие-то деньги, отдельное жилье. Больше ей ничего не интересует совершенно. Если бы этот ребенок был от Федора, она бы уже давно об этом сообщила. Она бы любой повод нашла, чтобы нам насолить. Она говорит, берегла вас, ваши чувства. Да чушь это все. Она никогда меня не любила. Она постоянно требовала только денег и отдельное жилье. Больше ей ничего не нужно. Она неизвестно, где шлялась, нагуляла этого ребенка. И потом беременность она скрывала. Она не говорила об этом. Она уже пришла, когда уже поздно было делать аборт. Когда уже был виден живот. Ваша честь, я прошу вызвать свидетеля Ткаченко Романа Андреевича. Это тот парень, кто на фотографии. И это бывший ее парень. Я этого парня пару раз вытаскивал из ее койки. Да в одних трусах выгонял из дома. Но правда... А зачем? Ну, дело в том, что когда они были вместе, я ей запрещал его приводить к себе домой. В мой дом. Но она тайком его туда приводила. То есть вам не нравилось, что у нее есть парень? Правильно? Вы его зачем прогоняли? Ну ладно, давайте мы сейчас Романа послушаем. Пригласите, пожалуйста, пристав Ткаченко Романа Андреевича. Дочечку поставим и узнаем, что у нас за дочек. Сейчас Ром придет. Здравствуйте, Роман. Ром придет, да. Роман, скажите, пожалуйста, в каких отношениях вы состоите или состоялись с остцом? Ваша честь, я встречался с Полиной. Она, можно сказать, моя девушка была. Так? Так получилось то, что она постоянно требовала от меня, чтобы я взял долг, либо в ипотеку, чтобы приобрести квартиру или дом. Обещала при этом, что мы поженимся. Ну, я сунулся в банк, в кредите мне отказали, в долг мне никто не дал, денег у меня таких близко нет. Так. Ну, на этой почте мы с ней поссорились. То есть не захотела она с вами продолжать отношения, потому что вы не смогли ее обеспечить жильем и деньгами. Именно. А вы знали, что Полина сына родила? Да, я потом узнал, что Полина родила ребенка. По срокам получается, что это мой сын. Я к ней пришел, она меня начала гнать прочь. Говорит, что приобретешь квартиру или дом, будем жить вместе. А пока иди лесом. Хотя иногда я ей помогаю, и Полина берет деньги, не отказывает. Помогаете финансово? Да, помогаю финансово. В каком объеме? Ваша честь, целых 20 тысяч на карту я ей перечислил. После этого она сказала, что я хороший отец. Я вообще не понимаю, зачем она этот суд затеяла. Полина, ты ведь эти деньги брала. Брала на ребенка. Значит, получается, Мишка это мой сын. Да. Ваша честь, я не верю, что она спала с этим старым мужиком. Да, конечно. Ему 40 лет, он не такой уж старый. Да, ты же свечку держал, да. Давайте ознакомимся с результатами ДНКТ-теста и узнаем, является ли на самом деле ответчик биологическим отцом годовалого ребенка из САП. Принесите, пожалуйста, конверт. Змея меркантильная. Да. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Ремезова Федора Ивановича и ребенка Силуянова Михаила Петровича. По результатам настоящей экспертизы, Ремезов Федор Иванович является биологическим отцом Силуянова Михаила Петровича. Ну вот, я же говорила. Господи. Так, Насашенька, спокойно, спокойно. Это было всего один раз. Я лег спать. Она сама пришла ко мне в постель. Я думал, это ты вернулась. Ну и не разобрался. Не разобрался. Не разобрался. Блин, какой же я дурак, а, с собственными руками, собственное счастье валю. Ну что, Феденька, ты готов? У тебя ребеночек вот у нас совместный с тобой. Будем его воспитывать, да? Мать теперь моя старая тебе вообще ни к чему не нужна. В постели я просто огонь. Ты это сам знаешь. Что, будем воспитывать? Хотя, что там, у тебя и никаких вариантов вообще нет, в принципе. Ты же все равно уже отец. Федор Иванович, вы готовы взять на себя ответственность за ребенка? И алиментное обязательство в первую очередь исполнять? Да, ваша честь, тяжко это. Хотя, с другой стороны, Полинка, может, с ней действительно проще жить. Да и ребенку отец нужен. Как он без отца трости будет? Вы поймите, я сейчас вас не сватаю друг за друга. Я вас спросила про алименты. Вы готовы платить алименты? Суть по всему, придется, да. Ты сейчас что вообще говоришь? Ты вообще помнишь, сколько я для тебя сделала? Доченька, скажи, пожалуйста, что ты от нас хочешь? Это мой мужчина. Что ты хочешь от нас? А, я теперь доченькой, да, уже стала. Я только что была змеей и тварью. А теперь уже такая хорошая, да? Короче, вы покупаете мне хату, и я больше вообще не отсвечиваю. Понятно? Так, Федор, давай купим ей квартиру, она от нас отстанет. Ты мой мужчина, ты должен жить со мной. Давай, откупимся от нее, купим ей эту квартиру. Не, ну а что, может быть, Федя просит жить со мной? Так, ну, давай, без проблем. Как бы два миллиона стоит однушка в городе. Давай купим ей эту квартиру. У меня есть сбережения, нам немножко не хватает. У меня есть 700 тысяч. Федор, давай возьмем ей квартиру, и она от нас отстанет. Наташа, какие деньги? Ты чего, какие кредиты? Мы эти деньги собирали на ремонт дома, машину решили поменять. Ну, она от нас не отстанет все равно. Давай уже решать этот вопрос. Мы подарим тебе квартиру, два миллиона тебе дадим, и ты исчезнешь из нашей жизни, вообще не будешь никак отсвечивать. И оставишь моего мужчину в покое. Ты клянешься? Ты клянешься? Да, я тебе клянусь, что я тебе даю два миллиона. Пообещайте, ты мне дашь тебе два миллиона. Да, мы с Федором тебе даем два миллиона, но ты сейчас отказываешься. Скажите, пожалуйста, уважаемая сторона, вот я вас сейчас слушаю и просто удивляюсь. Речь идет о судьбе ребенка, а вы стоите и торгуетесь. Просто как на базаре. Два миллиона, однушка, несколько миллионов, сделаем ремонт, ты от нас отстанешь, ты от нас не отстанешь. Вы ребенка своего продаете? Сейчас речь идет о его судьбе. О чем вы вообще? Это ваш внук. Ваш родной внук. Как вы можете вообще такими категориями рассуждать? А что такого, ваша честь? За все нужно платить. Он же отец ребенка. Короче, Федь, либо ты выгоняешь мою мать из дома, и мы живем с тобой вместе, либо вы мне покупаете квартиру. У вас больше нет никаких вариантов. Федор, давай купи мне эту квартиру. Да ладно, дадим мы тебе денег, только прекрати базар. Точно? Точно. Ну смотри, мы сейчас приезжаем домой, и ты даешь мне эти два миллиона. Если ты мне их не даешь, я обратно возвращаюсь в суд. У меня теперь есть на руках экспертиза. Что, если вы обратно возвращаетесь? Вы еще не ушли. И решение еще не вынесено. Вы хотите отказаться от исковых требований? Да, Ваша честь. Я отказываюсь от исковых требований. Отца Федору, я признать. Скажите, пожалуйста, Полин, вы говорите отказ от исковых требований, Федор не отец, просто потому, что сейчас вам ответчики обещали два миллиона на квартиру? Да. Но вы понимаете, что это пустые обещания? Это не договор, ничего. Речь идет о ребенке. Полин, я тебе клянусь, мы тебе подарим квартиру. Ну что же вы так наивно соглашаетесь, в конце концов? Мама ваша так странно себя ведет. Нет, Ваша честь, я согласна. Как будто речь не о ее внуке, о каком совершенно постороннем ребенке, а вы как будто змея, которую она на груди у себя пригрела. Даже не знаю, мне кажется, что вам надо пересмотреть взгляд на жизнь сейчас свои. Нет, Ваша честь. И думать, что это в интересах ребенка. Нет, не переживайте, Ваша честь. Я о ребенке сама позабочусь. Будь главное, деньги дадут. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Я думал, что это мой ребенок. А оказывается, все это время она мне рога наставляла, за нос меня водила. Долгие 8 лет симферополец Семен Павлов и москвичка Татьяна Бородина находились в браке. Шесть лет назад у Татьяны родился сын. И Семена, как ее законного мужа, записали отцом ребенка. Мужчина утверждает, что брак был фиктивным. С Татьяной он не жил и о ребенке не знал. Ему всего лишь был нужен вид на жительство. Но в этом отпала необходимость, когда Крым стал нашим. Оглашается определение суда. Руководствуясь частью 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд не принимает отказ от иска истца, потому что он нарушает права и законные интересы малолетнего ребенка, который был рожден истицей. Обещания имущественного характера, данные вам в судебном заседании, никакой юридической силы не имеют, как я вам уже и говорила. При таких обстоятельствах я не принимаю ваш отказ от иска. Решение суда. Иск об установлении отцовства и взыскании алиментов удовлетворить. Установить отцовство ответчика в отношении ребенка, рожденного истицей. Взыскать с ответчика в пользу истца алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере одной четверти заработка и иного дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Решение суда, я надеюсь, сторонам понятно. Судебное свидание закрыто. Я же говорила, что я и выйду победителем. А вы остались не с чем. Получается сейчас алименты на себя вешать, ребенка до 18 лет содержать. Слушается гражданское дело по иску Павлова Семена Николаевича к Бородиной Татьяне Витальевне об оспаривании отцовства в отношении несовершеннолетнего Павлова Антона Семеновича. Ему сейчас 6 лет. Истец утверждает, что не является биологическим отцом сына-ответчика и на этом основании просит аннулировать его отцовство в отношении этого ребенка, прекратить выплату им алиментов, вернуть уже выплаченную сумму алиментов в размере 30 тысяч рублей. Все верно? Да. Ответчик Бородина Татьяна Витальевна с исковыми требованиями не согласна. Я считаю, что это чудовищная ошибка. Понимаете, Татьяна, она пытается навязать мне своего ребенка. Но я, понимаете, не участвовал никакого, не принимал никакого участия в изучении. Вы же не принимал. Это у нас законный брак был. Как не принимал участие, а? Скажите, пожалуйста, вы состояли в зарегистрированном браке с ответчиком? Да, Ваша честь, да. Я состоял в официальном браке с ответчиком. Да. Но, понимаете, брак был фиктивный. Дефективный. Восемь лет назад. Фиктивный был брак? Да, брак был фиктивный, потому что восемь лет назад я приехал из Симферополя в Москву. А что вы знаете фиктивным браком? Вы не жили вместе? Да, мы абсолютно не жили вместе, не вели никакого совместного хозяйства. И у нас интимных отношений тоже не было. Ну, он врет, он врет, у нас были нормальные отношения, и мальчик рожден нормальным законом браки. И рожден от него. Я шесть лет назад развелся. То есть, шесть лет назад съехал от нее, понимаете, и... Так, подождите, восемь лет назад вы приехали в Москву. А, в этом смысле, да. Встретили ответчика. Ну, конечно. Дальше, заключили брак. Да. С ваших слов фиктивный. Фиктивный, абсолютно. Откуда вы приехали? Да, я приехал из Симферополя. Из Симферополя, так. Да. Вот, для того, чтобы... Меня, значит, приютил вот... Мой друг старинный, Эдик Гуляев, с которым на тот момент проживала в гражданском браке вот Татьяна Москвичка. И они, значит, меня по доброте душевной прийтили в свою трехкомнатную квартиру. В ее трехкомнатную квартиру. То есть, вы жили у вашего друга, с другом жила ответчик, вы жили все вместе на одной жилплощади, скажем так, да? Я комнату снимал, я не снимал квартиру. Ну, комнату снимал. Платил по 10 тысяч рублей в месяц. Мне нужен был этот фиктивный брак, для того, чтобы получить вид на жительство и, так сказать... И спокойно работать в Москве, да? Ну, конечно, конечно. У ответчика московская прописка. Ну, в дальнейшем, да, в дальнейшем. И вы предложили ей зарегистрировать брак, зарегистрировали, дальше что? Да даже не я предложил, а предложил мой дружбан, этот Эдик Гуляев. Ну, как бы попросил ее. Она как бы согласилась. Ну, я очень обрадовался, естественно, этому стечению обстоятельств. И все, я помогал там, как возможно, ей там гвоздь прибить, я не знаю, там, кран починить. Так вы вместе жили, получается? Нет, я комнату снимал. Комнату снимали? В той же квартире, где проживал ответчик? Да, вот она проживала с моим другом в гражданском браке, а я снимал у них вот... И помогали им по хозяйству? Чинили краны? Ну, да. Она стирала иногда рубашки, может быть, там, обед приготовит. Ну, знаете, как мужчины... И при этом вы состояли в браке, в зарегистрированном? Ну, да, да. Для того, чтобы вот мне, так сказать, было проще устроиться на работу, чтобы получить вид на жительство и так далее. А ваш друг, сожитель-ответчика, не переживал вот это его было предложение? Нет, мам, я... С какой он к этому относился? Да я не знаю, я думаю, что он просто решил мне... Помочь. По старой дружбе помочь, да, и все как бы... Помог. Можно, ваше честь, можно я скажу? Просто он очень сильно врет, я не знаю, зачем он отнимает общее время у суда. Это у нас не брак был фиктивный, это у нас и не дефективный, который сам врет всю дорогу. На самом деле было так, разумеется, да. Вот в чем-то он прав. Вот эти... Некоторое время брак на самом деле был фиктивный. Я жила вместе с Эдиком Гуляевым. Приехал вот этот его друг, Семьперов и Финь. То есть до этой части правда, да? До этой части правда. Сам этот... Жили некоторое время. Даже брак изначально был на самом деле фиктивным. Попросил меня Эдик ради вот этого своего дружбана. Они там с ним, Вась, Вась. Деньга у меня тоже платил, самое законное, достаточно символически. Сам этот... Но у нас на тот момент с Эдиком перестали самое отношение быть. Мы с Эдиком стали ссориться, Эдик съехал, этот остался. От Семена я забеременела. У нас уже брак был... Зарегистрирован, да? Зарегистрирован на тот момент. И он достаточно скоро стал вполне себе законным и нефиктивным. Ну, вы сами понимаете, по какому варианту он вполне эффективен. А он знал, что вы беременна? Вы ему сказали? Да, ну, прекрасно, что я беременна. Я ему сказала. Он очень радовался ребенку. Да нет, Ваша честь, все это не так. Посмотрите, пожалуйста, самое... У нас, я не знаю, как это делать. Пожалуйста, передайте, пожалуйста. Потому что он законный муж. У нас и мальчик сгибистрирован Антон на то, что он является настоящим отцом. Он все это и знал. Он и жил с нами. Он сейчас будет говорить, что я не жил. Я не жив. Да подожди ты, какой же... Зачем она все переворачивает? Вот Ваша честь, она все перевернулась на голову. Это нормальная женская психология. Каким образом она перевернула? Она сказала, что у вас был фиктивный брак, который в скором времени перестал быть фиктивным. И вы стали сожительствовать. Она забеременела, сообщила вам о том, что у вас будет ребенок. Ну, вот как раз это и есть полное вранье и чушь несусветная. Потому что, понимаете, шесть лет назад я съехал оттуда. И ничего не знали? Да вообще ни духом, ни слухом. Я просто... Сейчас, понимаете, Крым стал российским. Но мне не нужно... Просто стал российским, да. Да. И мне не нужно фиктивное гражданство. Понимаете? Так. Я пришел, как нормальный человек, пришел в суд развестись. Ну, как бы у нас же это все было... Да, у нас все было нормально же, понимаете. Мы просто дружили, понимаете? Дружили. И я, значит, пришел, а тут мне и ребенка, и алименты. И самое главное, что я... Понимаете, я даже ничего об этом не знал. Мне никто не сообщал, меня не разыскивал никто. Ну, на самом деле, некоторое время с ним вместе не живем. Вот как раз с того, как вот это случилось... С того момента, как Крым вернулся в состав Российской Федерации, он с вами не живет, да? Да, именно. С 2014 года. Правильно. Он поехал сам оформлять документы. И там встретил свою бывшую бабу. Называется ее она Клава, которая стала мутить. Да не надо ничего придумывать, вы понимаете, ваш честь. У меня это баба, как она говорит, моя Клавка. Она до этого была. У меня двое детей от нее. Мы хоть и не расписаны, но уже давно живем вместе. Вот в чем дело-то, понимаете. У вас двое детей в Симферополе? Конечно. Но мы давно не расписаны, как бы, официально. К гражданским бракам, да? И дети ваши старше, чем... Ну, конечно. Мы уже давно живем, как полноценная семья. Понимаете, давно. И я думаю, что вот, понимаете, Клавка, вот, она вот все может подтвердить. Зачем ты все вот... Она подтвердит. Истец, скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Почему вы тогда требуете вернуть вам алименты в размере 30 тысяч рублей? Если вы о ребенке ничего не знали, только сейчас узнали, алиментов не платили, то о каких деньгах вы тогда вообще сейчас ведете речь? Я сейчас работаю на стройке, работаю, прорабу. И вот свою зарплату у меня 60 тысяч, я 25 процентов, вот, два месяца уже перечисляю данные гражданки, непонятно за что, 15 тысяч рублей. Так я лучше эти деньги потратил бы на своего сына, на своих детей, на свою семью. На своих, а ты своего и тратишь. А вот ваша сожительница, она знает-то о том, что у вас, возможно, здесь есть ребенок? Да нет, ну, пойти, как она может знать, если даже я не знала? Не знаю, как она у вас свидетелем заявлена. Но свидетелем она заявлена правильно, чтобы засвидетелить то, что я живу с ней уже давно, и у нас свои дети, и я здесь просто снимал квартиру, комнату, понимаете? И ни о каких... Я поняла, давайте мы сейчас ее послушаем. Косач Клавдия Матвеевна у нас заявлена свидетелем. Приставь, пригласите ее, пожалуйста, в зал сюда. Тебе же нужно заплачить пять минут. И Клавку твою. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, вот сюда, к остею. Здравствуйте. Ваша честь. Слушайте, я просто требую, чтобы вот эта вот, вот эта, Татьяна, да, ее, да, чтобы она ручки свои шаловливые подальше от моего мужика убрала. Восемь лет мы уже в гражданском браке, у нас уже детей двое. У нас уже дочке семь лет. Восемь лет назад он приехал в школу. Вы были в Симферополе. То есть он туда-сюда катался и детей вам делал, да? Да, конечно, конечно. Ну, он свидетельство о рождении есть, что дети от него. Вот, видите, облако. А вы знали, что... Да, пожалуйста, передайте свое свидетельство о рождении детей. Да, пожалуйста. Ну, не могут быть дети от него, понимаете? Он в Москве все это время жил. Ага. Да он постоянно к нам приезжал. Он в Москву-то только на заработки ездил. Да, да, да. Чтобы ножи, прокормить на заработки. Нормально здесь жил, все дорого. Да, Семен Николаевич является отцом ваших детей. Да, да, да. Вообще разберемся с кем-то рождении. Скажите, пожалуйста, а вы знали, что он женился в Москве, что у него был зарегистрирован брак? Естественно, знала. А как же? Ну, я же говорил. Какая же знала? А иначе мы... Вы понимаете, мы даже сами расписаться не могли, потому что ему российское гражданство нужно было. А чтобы российское гражданство, это ему нужен был... Наверное, не гражданство, да, Вит? Он принесет на жителя, разрешил, чтобы работать. Он никогда в жизни с ней не был. То есть он вам сказал, что он собирается жениться, вы это одобрили, понимали, что это нужно для того, чтобы он имел возможность работать в России, да? Да, конечно, да. И полностью с этим были согласны. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, ответчик, у вас какие-то свидетели есть? У меня есть. Эдик Гуляев, это его приятель и мой бывший мужчина. Я так плохо слышала. С которого как раз вместе жили, когда он приехал и стал жить вместе с вами. Да, да, это вела. А на тот момент, самая эта склавка, у него уже все было порвано, когда мы с ним жили. Не могла дать него рожать. Вот если бы Эдик засвидетельствовал, пусть он засвидетельствует, как все вот это было. Сейчас он будет врать, самая домашняя свидетельница. Пригласите, пожалуйста, сюда Гуляева Эдуарда Петровича. Слежит. С тобой жила, к сожалению, своему Алуша была бы не с ним. Здравствуйте, Эдуард Петрович, проходите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Эдуард Петрович, что вам известно о взаимоотношениях вашего друга и ответчика? Ваша честь, я уверен, что Антон сын Сени, потому что у них была семья нормальная, в принципе, я считаю, и любовь, и семья. Да, но в то же время он поступил подло, я считаю, что он, во-первых, жену у меня, женщину увел, да, ну, практически, жену, потому что мы вместе жили. Ну, в тот момент у нас запорвали. Да, какую женщину? Забирай, вот, на тебе, забирай. Женщину увел меня, и ребеночка ей сделал, а сам в кусты. А теперь еще и сына пытается на меня скинуть, представляете, своего. Нет, Ваша честь, это нормально. Вот это нормально, он мне говорит, что я на него скину. Я скинусь, вы его воспитываете? Нет, я вот пытаюсь все вот эти вот домыслы всякие, что он мой сын, категорически отрицаю, на самом деле. Сын Сени, он его и воспитывал. Это легко проверить, кстати, и по документам, и по вот календарю, попрошу ввести его на экран, календарь, чтобы всем было понятно. Вот, я, значит, когда жил у Тани, я был зарегистрирован у нее. Потом, соответственно, когда я переехал к родителям, я зарегистрировался у них. Это было вот в ноябре 2010 года. Вот штампик у меня, значит, в паспорте от 12 ноября, регистрации показать, предъявить. И, соответственно, как бы Антону недавно, 6 лет исполнилось. А родился он когда? В 11 году, 14 сентября. Значит, несложно подсчитать, что когда его зачать смогли? В январе 2011-го. А я уже 2 месяца назад как съехал. Они жили вдвоем с Сеней. А вот их отношения вот как раз были заметные такие. Вот они оформились уже. Я посмотрю, и вот я принял решение. Я считаю, что мудрое со своей стороны не мешать ребятам. И счастью своего друга не мешать. Вот, чтобы все у них было хорошо. Благородство. Какой вы добрый, благородный человек. Сеня, а что если, значит, Крым наш, теперь, значит, можно и жену бросать, да? И ребенка из жизни своей вычеркнуть. Жену бросать, ребенка вычеркнуть. Нет, это нормальный ход. Ваша честь, ничего так, да? Все они в ребенках не муклеют. Да подожди ты, значит, он, значит, там, детей настрогал ей, а я должен за них расплачиваться, что ли? Не хочет жить, Станьте, пусть он живет, никто его не заставляет. Никто его не может заставить. Да не собирайся, а за ребенка вычеркнуть детей. Ты должен ответственность нести. Истец, скажите, пожалуйста, Семен Николаевич, а ребенок вас лично... Посмотри, это вылет... Семен Николаевич, ребенок вас знает? Тишина. Ребенок вас лично знает? Он с вами знаком? Я не знаю. Я его, по крайней мере, не видел. В его развитии... Вы его ни разу в жизни не видели. Я не участвовал. Я вообще его не видел. Не участвовал. Давайте послушаем, что Антон сказал нашему психологу. Антон, расскажи, пожалуйста, как зовут твоего папу? Моего папу зовут Сеня. Мы раньше жили все втроем. Мама, папа и я. Но теперь папа Сеня с нами не живет. А почему папа больше не живет с вами? Мама говорит, что у него работа такая. Папа слишком много времени проводит на работе. Ему нет времени вернуться домой. Мне даже поиграть несколько. Я очень жду папу. Ну ты... Ну ты, Танька, кошка-то драная. Ты не только сама врет. От такого козла! А что вы можете пояснить папу от того, что ребенок сказал? Ваша честь, да причем... От козла! Врет, понимаете, сама врет. Еще ребенка, я не могу на это смотреть. Она ребенка еще научила врать так, что... Ваша честь, можно пригласить, пожалуйста... Господи, я говорить не могу. Мать Семена, Павлову Галину Викторовну. Мою свекровь, бывшую уже фактически, которая подтвердит нормально. На вашей стороне, да вы хотите... Не на стороне его. Да, давай еще сюда. Мать приплечет. Вот так, истец. Пристав, пригласите, пожалуйста. Все твои родственники приставали. Потише, пожалуйста. Тишина в зале сюда. Пристав, пригласите, пожалуйста, Павлову Галину Викторовну. А где твои коллеги? У тебя повезло, как с ней. Здравствуйте. Вместе не надо. Что-то и ты еще против меня? Калина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваш сын утверждает, что не знал о том, что у него в Москве есть ребенок от официальной жены. Вы своего внука знаете? Конечно, знаю. Сеня, хватит врать. Да, это мой внук. Я его очень люблю. Это Антоша. Я его очень люблю. Сеня, ну ты... Ты что мне здесь сказки-то и всем рассказываешь? На самом деле, на самом деле, ты же жил и с Таней, и с Антоном, и семья у вас была хорошая, и любил ты свою семью. То есть вам было известно, что у вашего сына есть семья в Москве, что он любит жену, что он любит сына? Когда я ее видел-то? Подожди, Сеня, давай я все расскажу, как было на самом деле, потому что у меня... Не знаю, что ты здесь наплел. На самом деле, на самом деле, вот, конечно, я знала, что у моего сына семья в Москве и жена, и сыночек, внук мой, Антоша, я его очень люблю. Ну, Танюш-то когда, так сказать, родила, мы же с Сенечкой вместе поехали забирать из роддома. Потом я осталась у них и пожила какое-то время, помогала поначалу невестке. То есть невестка-то, она замечательная, а Антош-то он такой хороший. Да кого забирать-то? Кого забирать? Когда поехали? Куда поехали? Что ты с Сенечкой? Как вы считаете, Галина Викторовна, почему сейчас ваш сын все отрицает? Тихо. Почему он отказывается от ребенка? Как вы думаете? Я вам сейчас... Какие мотивы? Да, мотив-то у него есть. Вот рядом мотив-то у него стоит. Вот эта вот клавка. Да, громкий такой. Корова. Она, знаете, он в нее был влюблен еще со школьных времен. Да, нормально. Вот. Он уехал в Москву. Вроде как это, от нее отрезался. Стал жить в Москве, вот женился на Танюше, ребеночек у них родился. Все хорошо, все замечательно. А потом, вы знаете, что случилось-то? Как назло, Крым-то наш стал. И поэтому... Ну почему назло? Я не знаю, счастье или нет, кому как. А здесь получается, что он поехал в Симферополь документы оформлять, паспорт российский делать. Приехал, она тут же его и увидела. И она к нему побежала. И давай его к себе-то привязывать. Как она сделала, что сделала, я даже и не знаю. Но получилось так, что он опять к ней перебежал, забыл семью, забыл своего ребенка, жену свою забыл. Понимаете? И что получилось? Она-то его то ли заставила, то ли, как уговорила, я не знаю, своих детей написать. Нет, а куда перебежал? А то есть они не от вашего сына? Конечно, они не от нас. А детей куда мне девать? Не от моего сына. Ведь свидетельство о рождении мне было предъявлено, он записан на отцом двух детей-свидетеля. Он как-то на себя записал, а до этого этого не было. Так как это не было? Не было, не было. Не, ваша честь, вы слышали? Он недавно стал, он недавно стал отцом их, совсем недавно записался. А до этого он отцом их и не был. Семь лет назад, четыре года назад, вот совсем недавно. Вы знаете, Симферополь-то город маленький, все друг друга знают, поэтому я вам сейчас все объясню, что там было-то. Значит, она много лет была любовницей Виталика Глебко. И она с ним тусовалась. А потом, знаете, что получилось? Помер Виталик-то. Ему же надо было, ей же надо было где-то пристроиться. Она вспомнила про Сеню, приехала в Москву, к нему, значит, прибежала. Не знаю как, да что. Вы понимаете, я разговаривала с... А, самое-то главное. Вы знаете, кому она детей своих оставила? Матери Виталика Глебко. Это правда? Ты такая, а где у нас наша бабка-то? Где? Вот она. А что ты, Матери Виталика? И кому же я не оставлю? Она же как-то не привыкла. А мы с ней, в общем-то, знакомы и как-то так разговаривались. И она мне рассказывала. С матерью Виталика. С матерью Виталика. И она мне рассказывала, что она... Виталик всегда этих детей... Этой ша... Он всегда... Выбирайте, пожалуйста, выражения. Своих... Вот-вот-вот. Он всегда считал их своими и помогал. Нет, я не понял. А бабушка, вот эта, мать Виталика, она тоже считала бабушкой. И, господи, считала себя бабушкой. Ваша честь, это вы посмотрите. Это полкан. Это же Марат. Я не могу понять, почему мой Сеня хочет воспитывать чужие детей. Нет, баб, ты мне скажи, за кого ты сейчас... А своего не хочет воспитывать. За кого ты сейчас? Ты на чьей стороне-то? Я тебе давно говорю. Я же сын твой. А ты мне тут... Как будто я враг какой-то. Перебежал куда-то, убежал. А вот твоя мама не жрала у нас, да? А дети ты как... Я за правду. Я за правду. Да в дом престаренных. Сейчас мы ознакомимся с результатами ДМК-теста. Принесите, пожалуйста, конверт. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Павлова Семена Николаевича и ребенка Павлова Антона Семеновича. По результатам настоящей экспертизы Павлов Семен Николаевич не является биологическим ассом Павлова Антона Семеновича. Как не является? Знаешь ты кто? Про фурсетку, потому что... Я думал, что это мой ребенок. А оказывается, все это время она мне рога наставляла, за нос меня водила. Извините, пожалуйста. Естественно, до вскрытия конверта и оглашения результатов экспертизы вы утверждали совершенно обратное. Да, Ваша честь, я не в том смысле, что... А в каком же вы смысле? Вы говорили ребенок немой, огласили результаты. Ну я все это сделал... Теперь вы крайне удивлены, что это значит. Да я все это сделал для нее, вот, для этой, для Клавки. Чтобы, понимаете, я думал как. Она пожалела эти 15 тысяч, которые я перечислял ей, ребенку Антошке, на алименты. Она пожалела. И я думал, ну, сейчас тест на отцовство все покажет, и меня признают отцом, и она успокоится, и все будет нормально. Я буду нормально воспитывать ребенка Антошку. А все будет у нас успокоиться. То есть вы просто хотели вашу темпераментную сожительницу таким образом успокоить? Да, я думал, она успокоится, все войдет в свои рамки, и я здесь буду помогать Антошку. Теперь вы не отец, она совсем спокойна. Татьяна Витальевна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, кто отец вашего ребенка? Вы знаете, кто это? Да прекратите вы, что вы это... Эдик, кто еще? Потому что, понимаете, что произошло в то время. Я же знала, что вот эта Клавка у него... На тот момент мы с Эдиком поругались, он поехал в свой, чертов себе, в Сырополь, с Клавкой милиться. В это время я была в большом шоке, потому что и с Эдиком порвала, и с Сеней. Тут Эдик вернулся, стал меня утешать. Вот неделю наутешался. Да, утешался, да. А потом... Это в его календаре не помечено, красным фломастером. Потом тоже ушел, то приезжает Сеня, потому что она, как всегда, себя нашла вариант поперспективней. Она всю дорогу его держит, как запасной. Самого вот этого Сеню. Ну, Сеню, видимо, все так держат, как дефективного. И вы в том числе? Я, к сожалению, была идиоткой. Ваша честь. Я, к сожалению, его приняла, сказала, да, хорошо, самая бедняга, ты мой несчастный. Ваша честь. А потом, когда забеременела, он радовался, я радовалась. Я была уверена, что это его ребенок. Я, господи, подумать не могла, что это может быть... Нет, ну нормально, ваша честь. Она с мужиками не может со своими разобраться. А мне тут... С бабами своими разбираете. Оказывается, лапши столько навешал на уши. Мне кажется, что вы тоже не очень разобрались со своими женщинами. Да надо мужикам-то все попроще. Радуйся. Она же с меня алименты-то требовала, а не я с нее. Она... Не, чтобы просто... Нормальный будет отец. Короче, вот это вот... Не, не, надо ее, чувак, отец. Хочу, чтобы все закончилось. Признайте меня, аннулируйте мое отцовство. Ну, конечно, еще. Мне уже без... А скажите, пожалуйста, вы говорите, аннулируйте мое отцовство. А вас совсем не беспокоит чувство малыша. Он же вас папой называет, любит вас. Вы слышали, что он сказал нашему психологу? Любит, беспокоится. Я тоже, может, беспокоюсь. У меня, вы знаете, есть... Он побеспокоится и перестанет. У меня есть о ком беспокоиться. У меня вон два спиногрыза дома сидят. Мне есть куда тратить деньги. Давай, давай, воспитывай своих Витальевичей. Да. Это лучше, чем своих. А за чужих оплатить не собирай. А ты вон пусть... Хваты не стреляешь. Вон пусть Эдик этот. У тебя что-то не этот, не мой ребенок, не твой ребенок. Что у нее? Самая... От какого-то Витальника, самая напруганная. Татьяна Витальевна, что вы теперь будете делать? Так тебе и надо, с козлу. А что я теперь буду делать? Самая... Я подам на Эдика в суд. Давно пора. Давно пора. Вот. Тут уж ничего не скажешь. Не могу поверить, что вот эти два козла настрогают такого нормального ребенка. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Иск об оспаривании отцовства и о прекращении выплаты алиментов удовлетворить. Аннулировать запись об отцовстве истца в книге записей актов гражданского состояния. Выплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка-ответчика прекратив. Аннулировав запись об отцовстве, суд прекращает выплату алиментов на ребенка, потому что родители обязаны содержать только своих несовершеннолетних детей. А в ходе данного судебного разбирательства было установлено, что естественно не является биологическим отцом Антона. Судебное решение понятно сторонам? Судебность всегда не закрыта. Судебность.